Не могу! Не могу! Не могу! Не могу! Не могу! Я не могу! Основано на реальных событиях. О, но это мы любим. Знаете, я ведь видео создано при поддержке моих бустеров. Огромное вам спасибо. Сегодня у нас фильм от Полинесы. Ставьте свои лайки и окей фильм. Начинается. Больница Сент-Аллоизия, Пенсильвания, 1996 год. Мужчине становится плохо, подходит медбрат, пытается помочь, однако ничего не получается. Что с ним произошло неизвестно, однако подходит другой персонал, пытаются привести его в чувство, пытаются его спасти и... Мы переносимся на много лет вперед. Ну а если быть точным, 2003 год Нью-Джерси, где медсестра Эми ставит капельницу своей пациентки. Рядом с ней находится ее муж, но время уже позднее, как бы по стандартам больницы ему нужно уйти. Однако Эми понимает, что ну человек в таком состоянии, а не муж и жена, не хотят расставаться, поэтому... Хорошо, я никому не скажу. Но проходит совсем немного времени, она конечно никому не сказала, однако все равно получила выговор. Ну нельзя, нельзя гостям оставаться. Они же кофе пьют. Начальство кофейные фильтры считает. Видимо у больницы все очень плохо с бюджетом. Так вот, в больнице скоро появится новый медбрат. Большой стаж работы, все знает, ну круто че. Эми идет к другой пациентке, помогает ей, но вдруг... Сердечко начинает шалить. Паническая атака или еще чего, а черт его знает. Эми идет, закрывается за шторкой, дышит и... В принципе все проходит. Кстати, в личной жизни у Эми все не так хорошо. Она во-первых забыла, что такое личная жизнь. У нее два ребенка, а она сама постоянно работает, поэтому с детьми приходится сидеть няне. Естественно, няне тоже нужно платить. Готово, вот держи и 50. И знаете, вот кажется, жизнь и так не сахар, да? Но проблемы только наседают, потому что с сердечком это не паническая атака была. Это серьезное у нее заболевание. Еще пара месяцев в том же духе может случиться сердечный приступ. Доктор настоятельно просит взять отпуск. Однако какой отпуск? У меня даже нет медицинской страховки, поэтому еще пара месяцев и... Тогда я смогу встать в очередь на трансплантацию, говорит Эми. Вытерев слезы, Эми вновь отправляется на работу. И вот он, новый медбрат. Давайте познакомимся с ним. Это Чарли, и он очень хороший человек. Ну, по крайней мере, первое впечатление складывается именно такое. Эми показывает ему, как у них там все работает, что вот нужно заносить в компьютер. Ну, вот это стандартная процедура. Также Эми знакомит Чарли с бабулей и ее мужем. И видно, что Чарли начинает заботиться о бабуле сразу же. Видно, что у него действительно большой опыт работы. Помимо того, что у него большой опыт работы, он много какие больницы сменил. И вот в одной из больниц работает однокурсница Эми. Прикиньте, какое совпадение. Работают Эми и Чарли в ночную смену. И тут, во время перекуса, мужчине нужно в туалет, и как бы Эми должна побежать. Однако Чарли говорит, э, давай-ка я, давай-ка я схожу. И естественно, Эми нравится, что теперь у нее есть хоть какая-то помощь, поддержка. Ну, а придя домой, Эми слышит крики, приходит, а там дочь кричит на няню, потому что та испортила ее кроссовки. Мать пытается успокоить дочь, но все, это проблемный подросток, говорит, ты ничего не понимаешь. И когда дочь уходит, то опять сердце, сердце. А доктор сказал, предупредите свою дочь о своем диагнозе, потому что если вам вдруг станет плохо, а она ничего не сделает, вы умрете. Очередная рабочая ночь, и что бы вы думали? Сердце, сердце, ай! Короче, да, там какие-то конкретные проблемы с движком, она прячется за Шерман, но тут приходит Чарли, и он видит ее, сначала думает, что у нее паничка, поэтому садится рядом, обнимает, говорит, дыши вместе со мной, успокаивайся. А что с тобой не так? Ну и Эми ему все рассказывает, и когда он слышит диагноз, то говорит, эм, тебе как бы вообще работать нельзя. Эми просит, чтобы он никому не рассказывал, потому что если расскажет, то ее уволят. И чтобы получить страховку, ей нужно отработать... Четыре месяца. Ладно. Вот с этого момента Чарли и Эми сближаются по-настоящему, потому что секрет объединяет. Чарли рассказывает про свою семью, про то, что у него есть две дочки, однако жена запретила с ними видеться. Также он рассказывает про девушку, с которой хотел сходить на свидание. В общем, все, они становятся, ну, такими близкими, знакомыми. И все, вроде как хорошо, вот только бабулька умерла. Ну, та самая бабулька, которой приходил муж. Ее обмывают, ну, знаете, нужно ее подготовить, всем этим занимается Чарли. И тут он решает вспомнить историю, как его мать умерла, когда он был еще ребенком. И вот он увидел ее, ну, вот в таком же состоянии, как и эта бабуля. Знаешь, голая, неприкрытая, просто кошмар. Да, звучит не очень. В общем, Эми идет рассказывать все мужу. Ну, а вот Чарли, после того, как помыл ее, смотрит ей в лицо. А если бы она очнулась и такая... Если долго всматриваться в бабульку, бабулька начнет всматриваться в тебя. Проходит 7 недель, и детективы едут в эту самую больницу. Почему? А потому, что бабулька умерла при каких-то странных обстоятельствах. И казалось бы, 77 лет, но, возможно, сердечко уже просто не выдержало. И сама больница говорит, да, это несчастный случай, но по протоколу мы обязаны вас вызвать. Сами понимаете. Медэксперты посчитали, что это не обычная побочная реакция, вызванная на препараты. Вот поэтому и детективы сюда и пришли. Детектив спрашивает, что за лекарства ей давали, и заведующая с неприкрытым пренебрежением относится к детективу. Интересно, почему? Почему она относится к этому детективу плохо, а к этому нормально? Наверное, все дело в возрасте, потому что он молодой, да? Да, в принципе, это и не важно. После смерти бабули прошло 7 недель, ее тело как бы уже кремировали. Поэтому, в принципе, тут дела никакого быть не может. Больница все это просто хочет побыстрее замять, ну инцидент, ну несчастный случай, ну бывает, да, там что-то вышло из нормы. Неважно. Тем временем, Чарли становится другом семьи. Он сидит с девочками, он вместе со старшей учит стихи какие-то, они там типа делают сценку. И вообще, блин, прикольно. Эмми выглядит счастливой, вроде как все налаживается, еще два месяца и трансплантация, скажем так, будет доступна. В общем, здорово и классно. Не здорово только детективам, они начинают рыться в базе данных, а кто у них там, медбрантия, медсестры, ну нужно всех проверить, сами понимаете. И натыкаются на Чарльза, который совсем недавно пришел на работу. Когда смотрит его дело, оказывается, у него уже были приводы и, позвонив куда нужно, чтобы поднять старое дело Чарли. Тут какая-то записка приклеена. Дигоксин. А еще у Чарли незаконное вторжение, а еще у Чарли преследование, однако потом все обвинения были сняты. Молодой детектив предполагает, что именно больница тормозит расследование, потому что это, блин, невыгодно и, в принципе, тут тяжело не согласиться. Несчастный случай или убийство, которое просто пытаются замять. А знаете, в чем еще прикол? Больница делает собрание и говорит всем сотрудникам, что если детективы начнут вас расспрашивать, вы не имеете права разговаривать с ними без адвокатов. Если вы будете с ними разговаривать без адвокатов, вы будете уволены. О как. Ну и самим детективам говорят, что больница готова сотрудничать, однако только в присутствии заведующей вы будете допрашивать рабочих. Поняли? Поняли. И вот вызывают Эмми. Естественно, в присутствии заведующей детективы начинают задавать вопросики, но тут заведующую отвлекают по какому-то важному делу. И пока есть время, то детективы решают этим воспользоваться. Никаких отклонений не видите? Короче, они дают карточку бабуле, и поначалу Эмми ничего не видит, а потом... Wait a second. Сахар. Проблема с сахаром. Кто-то дал ей инсулин. Что за дела? Могла ли бабуля откинуться именно из-за него? Да, могла. Ну а вот возвращается заведующая, детективы снова задают вопросы, спрашивают про Чарли. И Эмми говорит, что Чарли, во-первых, не было в ту ночь, именно рядом с бабулей, а во-вторых, он хороший человек, и он просто не мог этого сделать. Заведующая говорит, это все несчастный случай, сколько вам повторять. Ну а чуть позже привезли мужчину, критический случай, его пытаются спасти, у Эмми у самой сердца начинает болеть, и... А она специально отходит, и к ней подсаживается Чарли, который достает таблетки, вау, так просто, действительно за этим никто не следит. А нет, за этим следят, еще как, это вообще подсудное дело, однако, есть в этом компьютере небольшой баг, рассказывает Чарли, что если нажать отмену, то как бы выдача медикамента отменится, однако достать ты его можешь. Чарли вместе с Эмми ездит и к докторам, и сам говорит ей о том, что нужно рассказать дочке, ведь если тебе станет хреново, и она ничего не сделает, ты умрешь, у нее на глазах, понимаешь? В общем, и Чарли, и Эмми обрисовывают ситуацию, про сердце, про то, что если мама вдруг не проснется, или вдруг ей станет плохо, или она будет вести себя как-то странно, звони 911, потом звони мне, говорит Чарли, и я обязательно приеду и помогу. Ну а что там по детективам? Детективы решают обзвонить все больницы, где раньше работал Чарли, и спросить, за что его уволили, попытаться разобраться в ситуации, но все как один. Как только слышат его имя, то сразу замолкают. То информация конфиденциальна, то еще какая-нибудь дресня. В общем, детективу приходится лично съездить к заведующей и поговорить с ней. Он хочет узнать отчет о получении медикаментов, однако заведующий говорит, так они же через месяц удаляются. Да, извините, к сожалению, ничем не могу помочь. Похоже, вы скрываете улики. В общем, как только детектив начинает больше задавать вопросов, она говорит, так, слушайте, мне пора идти, у меня встреча очень важная, поэтому я пойду. Сядьте. Что, простите? Сядьте, я сказал. Что это? Детектив. Себе позволяй. Да, прикиньте, сейчас Хомлендер прилетит и распилит его напополам. В общем, он накричал на заведующую, сказал, сядьте, она села, и он такой, вы специально это делаете, вы же знаете, вы же все знаете, и ушел. Ну, типа, че к чему накричал, просто и пошел. Тем временем в больницу доставили женщину, и муж с ребенком пришел, потому что ребенка не с кем оставить, благо девушка идет на поправку, все хорошо, девушка молодая, все у нее будет хорошо. Эмми поставила капельницу, у них завязался небольшой разговорчик, в общем, прикольно, хорошая семья. Не прикольно только Чарли, которому нельзя подходить к своей семье, потому что его жена сейчас придумала новую байку о том, что он избивал собаку. Ааа, он такой, да, чокнутая. Да нет, ты что, я сам виноват. Дома у Эмми все хорошо, ну а к детективам приходит начальство и говорит, так, мужики, вы че наделали, вам запретили входить в больницу, ты зачем на нее накричал? Детектив пытается оправдаться, говорит, она скрывает убийство, какое убийство, тела даже нету, алло, нет тела, нет дела, все, завязывайте, вам больше в больницу нельзя. Зато в больницу можно и нужно. Эмми, она подходит к девушке, ну к той, молодой, пышащей здоровьем, которая уже выздоравливала, и она даже не помнит имя своей дочери. Келли, ты знаешь, где находишься? Давай, сожми мне пальцы. Буквально несколько минут, Эмми ничего не может понять, и девушка погибает. Вот тут я прифигел, если честно, потому что если бабулька 70-летняя умирает, ты такой типа, ну, бабулька. А тут молодая девушка, которая вот только что там говорила про то, какая у нее семья хорошая, все классно и здорово, а вот уже Эмми говорит ее мужу то, что все, все. Честно говоря, это и странно, и жутко, и Чарли неподалеку. Детективы приезжают к Эмми, ведь в больничку им нельзя и хотят выяснить. Простите, ребята, я не знаю, что с ней случилось. С кем? А вы зачем пришли? Довольно странная ситуация. Ну, в общем, Эмми рассказывает про новую жертву или несчастный случай. Пока что неизвестно. Детективы все расспрашивают про Чарли, но Эмми говорит, я его знаю, прекрасно знаю, хорошо знаю. Это... это просто не может быть он. Но Эмми прошла задуматься, потому что его уволили из девяти больниц, и никто нам ничего внятного о нем не может рассказать. Детективы уходят, ну а у Эмми начинают появляться подозрения. Че-то Чарли ходит, че-то смотрит. И знаете, кто может дать ей ответы на все вопросы, ну или хотя бы на интересующие? Так это же ее однокурсница, которая работала вместе с Чарли. Встретившись, немножко поговорив, конечно, Эмми начинает задавать тот самый вопрос. А Чарли, ты же его знаешь? Почему его уволили? Про него ходил один слух, что он виноват в чьей-то смерти. Как-то много совпадений. А знаете, от чего умерла жертва? От инсулина. Говорят, что он протыкал капельницы, вливал туда инсулин, из-за чего потом люди погибали. Знаете, что самое жуткое? Никто даже и не подумал на Чарли. Просто, когда его уволили, резко смерти прекратились. Были смерти каждую ночь, а потом смерти раз в месяц. Эмми шокирует эта информация, она бежит скорее, проверит все капельницы, начинает их давить. Давит одну, вторую, третью и... Ну вот и с этого момента мне реально стало интересно смотреть фильм, потому что все улики показывают на Чарли. Однако Эмми настолько быстро бежала, что сердечко у нее... В общем, она падает в оморок. Благо, в оморок она падает в больницу, поэтому ей смогли помочь. И когда она очнулась, то видит Чарли. Привет. Я проведал девочек. Сними Джеки. Я привезу их, если хочешь. Нет. Нет? Ладно. Эмми понимает, что все это сделал он, и поэтому рядом с ней убийца. Она хочет как можно быстрее отсюда свалить, свалить от него, а однако ей приходится согласиться, чтобы он довез ее до дома. Прикиньте, как ей было некомфортно. А когда он сказал про девочек... Итак, Эмми решает сотрудничать с полицией, однако нет тела, нет дела. Бабулю кремировали, и что? На этом конец? Однако есть одно тело, но вы же помните. Так вот, муж дает добро на то, чтобы его жену выкопали, и да, у нее также в крови нашли вот инсулин, и там еще какую-то штуку, и если эти штуки взаимодействуют друг с другом, то человек умирает. Так вот, Эмми делает распечатку всех медикаментов, которые брали медбратья, там, медсестры и так далее, и для нее стопроцентным доказательством является то, что... В 8.47 видно, что Чарли взял из пиксис инсулин и дегоксин. Но как взял? Там написано, что отмена. Однако вы же помните этот лайфхак, если ты отменяешь последний момент, то пишется вроде отмена, однако взять, что инсулин, что дегоксин, он мог. Для Эмми это все стопроцентное доказательство, для детективов это все недостаточные улики. Баг системы, серьезно. Детективы одного понять не могут, почему заведующая не поняла, что он и является убийцей, и что он все это как бы делает. Да ладно вам. Линда Гаррен была медсестрой. Она все поняла. О, как. И действительно, она вызывает к себе Чарли и увольняет его по причине того, что он поставил не ту дату. Ну, типа, просто он поставил не ту дату, когда он работал на прошлом месте. Это является все существенной причиной для того, чтобы его уволить. Извините, Чарли, мы вас увольняем. Все. Вот так вот. И вот эта вот заведующая Линда, она прямо точь в точь, как из пацанов. То есть, свою компанию там максимально как-то прикрыть. Все сделать по-тихому. Несчастный случай. Этого мы увольняем на всякий случай. Все, 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 все. Главное, чтобы никакой шумихи, никакого скандала не было. Затем детективам рассказывают, что Чарли уволили, поэтому никакой проблемы не будет. Однако, Эми говорит, в смысле? Так он же устроится в другую больницу, и это будет продолжаться? Короче, ничего они так порешать и не смогли. Эми возвращается домой. Кто-то приготовил вкусно покушать. Чарли? Да, Чарли пришел к ней домой, отпустил няню, и сам тусовался с девочками. Эми просит девочек выйти, потому что они все в опасности, девочки выходить не хотят, она уже на них кричит. Они остаются наедине с Чарли, и он спрашивает. Кажется, ты уже в курсе. Она, на самом деле, в курсе увольнения. Мол, его уволили вообще ни за что. Еще бывшая жена пили, ты кажись вообще, у Чарли черная полоса в жизни. Он уже чуть ли не плачет, говорит, как ему плохо, и Эми такая, блин, я, конечно, тебя понимаю, очень, очень жаль. Чарли спрашивает, могу ли я у тебя остаться, я могу помогать по дому, все будет круто и здорово, но Эми так плавненько его сливает. И ты хорошая мама. Короче, момент напряженный, ведь Чарли является убийцей. Или нет? Эмо хреново, Эми его сейчас отшила в такой тяжелый для него момент. Правда, Эми и сама в нехреновом шоке. Детективы придумали план Капкан, и просят Эми позвонить Чарли, чтобы пригласить его на обед. Когда он берет трубку, он плачет, ему прямо плохо, хреново. Но Эми такая, да пойдем вместе покушаем. И, конечно, он соглашается, они встречаются в кафешке, а на ней уже прослушка, ее дело выманить, выдавить из него признание. Когда они встречаются, а это было в субботу, уже через пару дней, Эми видит, что на нем медбратский халат, и он говорит, да, я устроился в другую больницу, прикинь, повезло. А в общем, как-то слово за слово, однако Эми, как вы помните, здесь только за одним. Выдавить из него признание. Все, что говорят, правда? Мне все равно, если бы это был ты. Ты мог объяснить? Тут Чарли выходит из себя, когда Эми начинает его подозревать. Его подруга считает, что все эти слухи это правда, он молчит. Эми спрашивает, так правда или нет? Так правда? Так правда? Мне пора. Со слезами на глазах Чарли уезжает, потому что единственный его близкий друг его подозревает. Когда детективы подходят к Эми, она говорит, господи, надавилась слишком сильно, он же сейчас поедет на работу, он кого-нибудь еще убьет, быстрее остановите его. И да, его действительно останавливаю. Морда в пол, наручники, однако его задержать могут только на два дня, как подозреваемого, потому что никаких улик, ну, детективов нет, поэтому сейчас из него нужно выбить признание. Детективы начинают издалека, играют в хороший коп и очень хороший коп, начинают расспрашивать и так далее, зачем ты все это сделал? Он говорит, я не могу вам сказать ничего, без адвоката, так мне сказали в больнице. Однако, чел, тебя уже уволили оттуда, поэтому давай, рассказывай все. Мы знаем, ты убил Келли Андерсон. Детективы давят и давят и давят и давят. Он говорит, я не могу, я не могу, я не могу. В общем, он психует, начинает кричать и... Я не могу! Вывели они Чарли из себя и посмотрите на его руку, это явно не татуировка. Так вот детективы говорят, что, ну, походу его выпустят, потому что он не сломается, он ничего нам не рассказывает, вариантов нет. И тогда Эми решает сама приехать к Чарли и поговорить с ним. А она ведь все-таки его подруга и действительно она к нему приезжает. Ей говорят то, что не надо его трогать вообще ни пальцем. Однако, она накрывает его пледиком, начинает подружески разговаривать, начинает спрашивать, как он, спрашивать, одиноко ли ему. И признается, что это она все рассказала полиции. Да, да. Наверное, тебе было ужасно одиноко. Так вот, Эми так долго давит, маринует, прямо Чарли, говорит, как ты мог убить, ты же такой хороший. Ну как, мне нужно признание, скажи, это ты? Вот он смотрит ей в глаза, понимает, что она его предала и... Что я должен сделать? Эми вытягивает из него, а он говорит, да, да, это я убил все. Да. Естественно, этого недостаточно, поэтому Эми говорит, назови, кого ты именно убил, он такой, ну вот там бабку эту, Кристи, да, я, да. И что вы думаете? Да, Чарли сажают, но чтобы избежать смертельного приговора, он становится тем самым донором для Эми, ей пересаживают вот эти тромбы. Да, короче, эти штуки для сердца, просто здесь не показываются, здесь только надписи, а через 18 лет оказывается, что это боговал компьютер, и он просто взял на себя вину, потому что Эми, ну, его была подруга, и он, я не знаю, что с ним такое, я бы охуел, если бы все действительно было так, ребята, я вас обманул, только что вот так, произошел такой небольшой пранк, короче, рассказываю свою историю с этим фильмом, я когда только начал его смотреть, и вот эта вот история про сердце, я ничего не знал про этот фильм, его посоветовала Полинесса, ничего не знал про этот фильм, и вот история с сердцем, и все такие думают на вот этого вот медбрата, а на самом деле он хороший, в конце пожертвует свое сердце, но это же история по реальной жизни, будь это фильм, да, тогда бы, конечно, в итоге оказалось, что он ни в чем не виновен, и на самом деле, Эми, короче, думала на него, а он сердце-то ей в итоге свое отдал, хрен-то там, у меня реально были мурашки по коже от этого момента, я, во-первых, действительно до последнего думал то, что он признался просто потому, что, скажем так, попросила Эми, типа, у него там какие-то проблемы с психикой, но вот просто после этого момента я понял, что это все правда. Зачем? Они меня не остановили. Чтобы избежать смертного приговора, Чарли Каллен признался в 29 убийствах. Считается, что его жертвами стало около 400 человек. Короче, да, как итог, он типа реально сшизик-убийца, только он сам не знает, зачем он убивал, потому что он в итоге так и не смог объяснить причину своих действий. Посадили его до 2400 года, в общем не выйдет, скорее всего, не в ближайшее время. Ну а Сенни-то что? Дочка будет ее поутру, а она просыпается. Все хорошо, не волнуйтесь. По итогу ей все-таки сделают трансплантацию и она осталась Гуд Нюрс. Тут, короче, игра слов. Она все еще хорошая медсестра. Ну а типа Гуд Нюрс это название этого фильма и Гуд Нюрс можно перевести как хороший медбрат, но типа тут нету Пола или хорошая медсестра. И вот ты весь фильм думаешь, что Гуд Нюрс это как раз таки Эйми. Так, ну что могу сказать по поводу этого фильма? Вообще вот говорю, первую половину я думал, что все супер банально, что в конце будет драма, навалят прям такие драмы, что вот он пожертвует свое сердце, реальная история, жесть. Потом в середине фильма, когда все улики показывали на Чарли, все улики, просто вот там не отвертеться, я такой, да ну, ну то есть им придется его сделать реально убийцей, потому что ну тут такие улики, от которых не отвертишься. И вот ты ожидаешь то, что блин, ну вот сейчас что-нибудь придумают, сейчас окажется, что это вот заведующая больница окажется убийцей, или еще что-нибудь, ну что-нибудь придумают, выдумают. А бац, и то, что вот с середины фильма ты думал, это и оказывается, и ты такой, вау, это нестандартно, потому что это слишком банально, это и оказывается нестандартно, потому что обычно всегда там чего-нибудь кого-нибудь впихнут, невпихуемое куда-нибудь вставят, и будет какая-нибудь дресня. А тут всё по фактам, но фильм чутка затянутый, как по мне, он идёт два часа, два часа, алё, куда два часа? Очень много таких планов, если ты погрузишься, да, в него там, словишь какой-нибудь вайб, то, конечно, да, он будет интересным, но в целом, наверное, могли бы и за полтора часа рассказать эту историю, но концовка меня реально удивила. Ну что ж, пишите, как вам данное кинопроизведение, я же хочу сказать, а точнее напомнить, что завтра будет стрим, также в 4ПА Москве, и приходите, если что, лампово посидим. Я, кстати, вебку врублю с самого начала стрима, постараюсь её не стесняться, как в прошлый раз, те, кто были, те знают. Ну а вообще хочу сказать огромное спасибо моим бустерам, благодаря вам я вот сегодня купил наушники, и завтра их на стриме, кстати, покажу. В общем, спасибо большое, но вообще пишите, как вам пересказ, смог ли я вас запутать, или вы сразу догадались, кто есть кто, потому что и название этого видео, и тот самый момент в конце, надеюсь, вы не расстроились, что я вас пранканул. В общем, всё, всем огромное спасибо, ждите новых видосов, и не забывайте, всех обнял.